В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров встретился с руководством застройщика ЖК Горкий парк и инициативной группой, представляющей дольщиков. В администрации Ленинского городского округа прошла презентация проекта по благоустройству Малого Тарычевского пруда. У нас с вами территория, она больше прогулочная, она и подразумевает отдых, как таковы. Фольклорный коллектив «Терек» выступил на сцене Развилковской библиотеки. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров встретился с руководством застройщика ЖК Горкий парк и инициативной группой, представляющей дольщиков. Главным поводом для встречи стали сроки сдачи готового жилья, которые несколько раз переносились. Чем закончился диалог, расскажет Максим Козлов. ЖК Горкий парк расположен в живописном месте недалеко от деревни Коробова. Но, увы, на этапе передачи ключей собственникам между застройщиком и участниками долевого строительства возникли трения, которые стали основанием для встречи за круглым столом. Уважаемые жители, хотел узнать вашу позицию, какие у вас сейчас есть к застройщику вопросы, а потом мы дадим слово застройщику, чтобы застройщик пояснил, что происходит и в каком состоянии сейчас строительство. Сегодня в зале для совещания администрации округа глава муниципалитета Станислав Катаров не заслушивает доклады подчиненных, а модерирует диалог. С одной стороны, руководство застройщика жилого комплекса Горкий парк, с другой – инициативной группой, представляющей дольщиков. Проблема заключается в том, что нам обещали при покупке квартиры въехать 31 октября 2023 года. На сегодняшний день никто из жильцов до сих пор не въехал, перекладывают сроки. Просто причина, потому что они не успевают, не укладываются в сроки, и мы вынуждены вот таким образом встречаться и выбивать свои ключи. Защита прав участников долевого строительства является приоритетом государственной жилищной политики. Но даже несмотря на довольно жесткие законы, принятые относительно застройщиков, все же иногда находит коса на камень. То есть у нас основной вопрос, когда будет выдача ключей, потому что, опять же, по новым срокам, первые две секции корпуса БА-1, секцию 3-4, и обещали заселять с 30 марта. На сегодняшний день, 1 апреля, ни одной смс-обещения не было, отдел заселения так и не работает. Справедливости ради стоит отметить, что представители застройщика не стали ходить вокруг да около. Видимо, хорошо подготовились к встрече. Они признали ошибки и обозначили конкретные даты, когда жители смогут получить ключи от своих квартир. Сегодня, к край завтра, высылается смс, первый смс, и буквально со среды уже люди могут записываться на 3 апреля на встрече, получают ключи. То есть вот такой. И дальнейший план действия, вот так же будет предусматривать отправка смс, день-два проходит, и люди уже могут записываться. Также будущих жителей комплекса интересовал вопрос ввода в эксплуатацию детского сада на 350 мест и общеобразовательной школы на 1100 мест. На этот вопрос ответил Станислав Катаров. Дети пойдут в детский сад где-то с 1 сентября, поэтому к 1 сентября он уже точно будет функционировать полностью с преподавателями и так далее. У коллег, значит, в графике школы стоит третий квартал 24-го года. Ну вот, соответственно, я думаю, что коллеги свое обещание выполнят. Также в ходе встречи участники долевого строительства высказали ряд претензий по поводу недоделок в некоторых домах-новостройках. И здесь представители подрядчика заверили собравшихся, что каждая жалоба жителей не останется без внимания. Встреча прошла конструктивно, в том числе не без нашей инициативы. Мы хотели, чтобы встреча прошла не только на территории живого комплекса, но и так же, чтобы клиенты были более спокойны. Мы попросили и совместно с администрацией провели ее, чтобы показать, что мы застройщик, который старается максимально соблюдать все нормы, правила и законы. Одним участием во встрече дело не ограничится. Руководство муниципалитета будет пристально следить за тем, чтобы данные застройщикам обещания были выполнены точно и в срок. Такое поручение получила заместитель главы округа Вера Попова, которая, в числе прочего, курирует вопросы строительства. Вера Петровна создает чат-группу небольшую, чтобы там были вы, кто сегодня присутствовал. Ну а вас я уже попрошу жителей поинформировать. Если какие-то будут вопросы или Вера Петровна сдвижки, не дай бог сроков, тогда тоже на связи с жителями и будем встречу проводить. Но я надеюсь, что мы встречаемся крайний раз и сейчас уже все пойдет так, как должно быть. В администрации Ленинского городского округа прошла презентация проекта по благоустройству Малого Тарычевского пруда. Работы стартуют уже в ближайшее время. Подробнее о новой зоне для прогулок и отдыха жителей города Видное расскажем в нашем сюжете. Благоустроенная набережная, пешеходные дорожки и аллеи с декоративными кустарниками и деревьями. Совсем скоро Тарычевский пруд и территория вокруг станут новым местом отдыха для жителей и гостей города Видное. В администрации муниципалитета представители компании-застройщика подробно рассказали о работах по благоустройству водоема. Есть особенности территории. Я бы не сказал, что сложности. Это некоторые такие вызовы, которые мы решаем. Есть очень резкий рельеф с южной стороны пруда, чтобы не нарушать естественный откос, чтобы не вырубать деревья, которые укрепляют этот откос, которые формируют уже сложившуюся экосистему. Стараемся бережно подходить к таким участкам. Укрепление береговой линии, удаление сухостоя и зарослей. Одним из главных этапов станет приведение в порядок акватории. Пруд будут расчищать двумя способами – механическим и биологическим – с помощью специальных растений. Мы предусматриваем организации биоплато, которое будет формировать некоторые мелководья. Перед этим обязательно нужно очистить дно водоема от крупного мусора. На набережной будет оформлена входная группа. На территории также предусмотрены детские и спортивные площадки. На совещании обсудили предложения от представителей общественных организаций, служб и управлений округа. Вопросы касались содержания и обслуживания данной территории и размещения дополнительных объектов, в частности зоны для пикника. Создание вот такого рода мангальных зон, о которых вы сейчас говорите, это уже определенные требования. И здесь все-таки благоустройство вот такого общественного пространства, как пруд, оно не подразумевает расположение такого рода зон. Вы знаете, у нас с вами территория, она больше прогулочная. Она и подразумевает отдых, как таковой, активный, просто легкий, свободный для какого-то комфорта и релакса, да, может так даже назовем. Те же самые нестационарные объекты, которые будут установлены в прогулке, как все мы живые люди с вами, все-таки хочется иногда выпить кофе или чай. Купить тоже, скажем, булочку и детям, которые будут просить. Самое главное, чтобы это все поддерживалось в должном состоянии. Работы по благоустройству Малого Тарычевского пруда стартуют в ближайшее время и будут выполнены до конца года. Сроки смещать мы не планируем. Эта территория крайне давно ждет благоустройства. Поэтому я прошу максимально подойти к этому вопросу ответственно. И там, где надо что-то будет помочь, согласовать, по своим направлениям посмотреть, оказывать взаимодействие и помощь застройщику в этих вопросах. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина совместно с руководством медицинских учреждений округа провела встречу с жителями и ответила на волнующие их вопросы. Подробнее в нашем сюжете. В историко-культурном центре состоялась очередная встреча руководителей учреждений здравоохранения Ленинского городского округа с населением. В этот раз обращение жителей выслушала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина. Основная цель мероприятия – выявить недостатки в работе и оперативно их исправить. Получить обратную связь по тем волнующим вопросам, которые сегодня у жителей есть в нашем округе, чтобы их взять в работу или те пожелания, те замечания, а может наоборот благодарности от наших жителей. Жители спросили о перспективах появления новых стоматологических кабинетов, замены оборудования в кабинете физиотерапии и транспортной доступности поликлиники для отдаленных территорий округа. Главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев заверил собравшихся, что постоянно находится на связи с профильным министерством в лице Елены Зинатулиной. Есть ряд вопросов, которые бы хотелось с ней обсудить, посоветоваться, услышать мнение, компетентное мнение, для того, чтобы это было максимально удобно и ценно для наших жителей. Некоторые приходили не задать вопросы, а выразить благодарность медперсоналу, главному врачу и администрации Ленинского городского округа. Жители отмечают прогресс в рассмотрении вопросов и решении проблем. Вот эти встречи очень полезны для народа, потому что можно здесь что-то и свое высказать, и какие-то пожелания получить. Но я еще хочу отблагодарить наш медперсонал в станции амбулатории, вернее, Расторгуево. Все обращения жителей были взяты на контроль руководителями учреждений здравоохранения. Дмитрий Книга, Олеся Мордвинова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Прокат электросамокатов и велосипедов пользуется большим спросом. С 1 марта прошлого года средства индивидуальной мобильности официально признали транспортным средством. А значит, необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции вместе с волонтерами провели профилактический рейд, чтобы напомнить об этом жителям города. Расскажите мне правила безопасного перехода проезжей части. Надо слазить с велосипеда и... А что вы сделали, скажите мне, пожалуйста. Я забыл. А вот перед тобой ехали два твоих, я понимаю, коллеги, да, по школе. Вот девочки перешли правильно дорогу ножками. Передвигаться на электросамокате можно только с 14 лет, используя при этом шлем на локотнике, на коленнике и перчатке. Владельцы СИМов должны ездить по краю проезжей части по ходу движения машин. Скорость не должна превышать 25 километров в час. Также в процессе поездки следует отказаться от использования смартфона. И это еще не весь список правил. Запрещено перевозить пассажиров. Запрещено выезд, как я уже сказала, детей в возрасте до 14 лет на проезжую часть на самокатах. Таким образом мы информируем ребят, что нужно в первую очередь следить за своей безопасностью, за безопасностью окружающих. И, конечно же, элементарно уважать друг друга как на дороге, так и на проезжей части и на тротуарах. Напомним, что штраф за нарушение ПДД для водителей и средств индивидуальной мобильности может достигать 30 тысяч рублей. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Фольклорный коллектив «Терек» выступил в Развилковской библиотеке. В программе концерта – народные песни и духовные стихи. На мероприятие побывала Инга Инчук. Фольклорный коллектив «Терек» из поселка совхоза имени Ленина многие годы радует зрителей казачьими песнями, передавая в своем творчестве любовь народа к родному краю. Елена Стрельникова, родившаяся на Кавказе, стала идейным вдохновителем ансамбля. Именно она привнесла в репертуар жанр духовных стихов, с которыми коллектив выступает по особым дням и праздникам. Мы зажглись этим, стали эту тему развивать. Года четыре назад мы решили делать во время поста именно такие фольклорники, скажем так, вечера духовных стихов. Народное песнопение на религиозные сюжеты – так можно описать духовные стихи. Однако их суть не столько в отражении библейских мотивов, сколько в попытке призвать слушателя к внутреннему диалогу со своей душой, к размышлениям на тему совести и нравственности. Именно поэтому концерт получил название «Душевно полезные песни». Они очень многому учат нас в жизни – спокойствию, умиротворенности, доброте. Хорошо, что мы приучаем молодежь, хорошо, что мы поем эти песни. Сейчас идет, возрождается эта культура, сейчас духовность, она возрождается. Иван Новиков – свидетель развития коллектива. Заниматься здесь он начал с четырех лет, сейчас ему уже 18. Любовь к народной песне с годами только крепла. Я занимаюсь примерно 14 лет уже в коллективе. Я думаю, духовный рост определенно был. Во время пения духовных стихов меня наполняет умиротворение, наверное. Терек с каждым годом развивается и вносит в репертуар новые жанры. Своими песнями он знакомит зрителей с культурой Кавказа и духовно обогащает. Пожелаем коллективу успехов на творческом пути. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова